Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью». Проведу ее я, Ангелина Ирднеева. Права ребенка насколько широко не распространяются? Как действуют? Насколько актуальны вопросы защиты прав ребенка? Мы будем говорить с уполномоченным по правам ребенка в Республике Калмыкии Натальей Чужаевой. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! В недавнем послании президента России Федеральному собранию Путин сказал, что поддержка семьи с детьми наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой. Наталья Бодняевна, как вы относитесь к этим словам президента? Конечно, положительно. Вообще выступление, послание в этот год, такой год, год семьи. Было поставлено очень много задач перед всеми органами власти. И, конечно, слушая послание, я, как многодетная мама, очень радовалась всем предложениям, которые были озвучены президентом. Ну, как уполномоченный я тоже услышала те вопросы, которые в ходе работы у нас возникают. И это тоже было услышано из послания. Конечно, радует. Радует и есть такой заряд бодрости для того, чтобы идти дальше, вперед и улучшать положение семьи. Вы сказали, что вы многодетная семья. Немножко подробнее расскажите, пожалуйста. У меня пятеро детей и уже сейчас есть внучка. Четверо сыновей, одна дочь. Старший сын служит. Трое детей у меня школьники. Ну и младший ребенок – это дошкольник. А как вы считаете, какие меры должны быть предприняты, чтобы улучшить демографическую ситуацию в республике? Вообще у нас уже до 2025 года была предложена концепция демографической политики. Предложена она была Михаилом Шустиным. Конечно, президент поставил задачи. И вот как раз запланировано семь направлений вот как раз этой концепции. Ну, во-первых, это репродуктивное здоровье. Вот я думаю, что репродуктивное здоровье, которым девочек у нас особенно, подрастающего поколения, очень важно. Сейчас у нас проходит диспансеризация ежегодно весной, проводятся все прививки детям, но необходимо более углубленно еще все-таки проводить медосмотры. Конечно, для этого нужны и оборудование современное, что сейчас и происходит. Вот можете увидеть в социальных страницах Министерства здравоохранения, когда мы видим, что приобретается какое-то оборудование. То есть это тоже радует. Почему? Потому что более тщательное диагностическое исследование сейчас очень необходимо нашим семьям и нашим детям. Конечно, хотелось бы еще, чтобы более тщательно проходила диспансеризация для женщин детородного возраста. Почему? Потому что у нас вот как раз концепции демографической политики, у нас проводятся исследования, наблюдения очень качественных беременных женщин. Но хотелось бы, конечно, чтобы женщины не оставалось после того, как она родит, пройдет уже патронаж, чтобы в дальнейшем она в любое время могла вовремя обследоваться, да, сдать анализы, и чтобы это было доступно. Доступно, и самое главное еще, чтобы были специалисты. И, соответственно, поддерживать свое здоровье. Конечно, и в этой же концепции у нас сказано о том, что необходимо развивать у нас объекты даже, да, спортивные для здорового образа жизни, да. И видно, как в республике у нас строятся спортивные площадки, да, на которых люди могут отдыхать, вечером пробежаться. У нас есть спортивные клубы, залы какие-то, да, фитнес. То есть возможности есть, но и есть даже поддержка. Ну, те, кто занимается здоровым образом жизни, могут, конечно, все документы сдать и налоги, вычет, да, вычет. Вот из послания тоже очень мне понравилось то, что у нас налоговый вычет сейчас для семей увеличивается размер, потому что сама постоянно работа, и, конечно, был вопрос того, что деток много, через какое-то время там, да, налог, конечно, удерживается. Ну, вот это тоже такая поддержка семьи, которая необходима. То есть если посмотреть все направления, все сферы жизни, все эти поддержки, ну, в соответствии с концепцией, да, демографической политики, они работают. И все министерства, они задействованы в этой работе. Семьи могут наблюдать, что уже на протяжении там не одного года появляются новые меры поддержки, появляются льготы. Какие-то возможности даже для НКО, которые занимаются семьями, проводятся конкурсы. Возможности для детей есть. Единственное, просто не всегда в регионе люди могут это увидеть или услышать. Поэтому, конечно, тут должно информирование быть вот неоднократно. То есть оно информируется у нас, министерства выкладывают все на своих соц. страницах и сайтах. Но вот дублирование бы не помешало, конечно, этой информации. Потому что сети у нас сейчас насыщенные, и информация просто теряется уже в сети интернет. Вернемся к многодетным семьям. Сколько у нас в республике многодетных семей? Может быть, какая-то статистика имеется у вас? По информации социального фонда, у нас в 2023 году семей было уже 7401. Ну, если посмотреть предыдущие годы, то количество семей было, конечно, меньше. И вот радует тоже, так как я сама многодетная семья, что традиционно у нас многодетность сохраняется, и ценности семьи тоже поддерживаются населением и продолжают рожать. Почему? Потому что есть, конечно, регионы, в которых ситуация, например, идет к уменьшению. У нас республика Калмыкия продолжает рожать, и это, конечно, радует. Это правильно я считаю, у нас мало. Да, это, конечно, сохраняются семейные устои. Не бояться и рожать, естественно. Еще радует тот момент, что доля молодых многодетных сейчас увеличивается. Почему? Потому что все-таки, когда я в свою молодость, став многодетной, я видела таких возрастных женщин. Сейчас вот... Многодетная семья стала моложе. Да, она стала моложе. И ребята молодцы. Вот молодежь мне нравится тем, что успевает. То есть, наверное, это все-таки наш возраст. Женщин таких сильных и в то же время воспитанных, да, в свое время, получивших правильное воспитание, они сейчас воспитывают своих детей. И самое главное, что прожив даже вот такие были трудные моменты, да, в стране, там, 90-е, мы понимаем, что не надо паниковать. И детей учим, что с любой ситуацией можно справиться. Поэтому я думаю, что из-за этого, наверное, молодежь... Ну и, конечно, эти меры поддержки. То есть, молодежь понимает, что можно и продолжать учиться, можно родить ребенка. Да, конечно. Прекрасно совмещать учебу, карьеру с рождением детей. Мы вернемся непосредственно к вашей деятельности, Наталья Бодняевна. Защита прав детей. Обширное понятие. В чем заключается эта защита? Это очень обширное понятие. Здесь работают все учреждения, все ведомства. Будь то законодательная власть, судебная, исполнительная. То есть, все ветви власти, они работают вот именно на защиту прав детей. Ну и человека, конечно. Государственная политика вот как раз основывается на том, чтобы во всех сферах и дать возможность для развития ребенка. Государственная политика также за то, чтобы защитить ребенка. Вот я думаю, что вот в этом и заключается то, что ребенок, он под защитой, ну и в Конституции тоже, это в главном документе, это все прописано. Поэтому, ну вот, наверное, суть того, что ребенок у нас в любой ситуации, в первую очередь, будь то учитель, будь то родитель, он должен защитить ребенка. А кто может участвовать в защите прав детей? В защите прав детей у нас участвуют, в первую очередь, это родители. Вот в основном, когда семья сталкивается с трудностями, они приходят к уполномоченному, то есть начинают приходить там в учреждения. Это вот первый момент, когда инстинктом заложено у родителя защитить права своего ребенка. Если даже не знают законы, не знают, ну, юридически необразованный человек, он тоже стремится, будь то физически, будь то психологически, да, он защитить своего ребенка. А вторым, кто это, уже у нас выходит, ну, опека и попечительство. Ну, не только родители, еще хочу сказать, что и законные представители тоже. У нас же есть дети опекаемые. Вот. И также у нас выступает в защите прав детей, это прокуратура. Прокуратура всегда на страже, вот, как раз защиты прав детей. Это 24 часа. И, естественно, у нас судебная система, то есть суды у нас тоже являются защитниками детства. Ну, и уполномочены по правам ребенка. А вам, Наталья Бадняевна, приходилось принимать участие в процессах по защите прав детей? Ну, как мы принимаем участие, уполномочены направляют заключение. Заключение, конечно, в той ситуации, когда мы разбираемся, и бывает, что этот конфликт даже, да, семейный там или с учреждениями может длиться какое-то время. И уполномочены полностью погружаются в эту ситуацию, в эту трудность семьи, в те проблемы, которые у них существуют. Конечно, мы стараемся проговорить все, может быть, как-то примирить стороны. Но имеют право и идут в суды. Когда уже доходят до суды, уполномочены направляют туда свое заключение. И то, что по своим материалам, что мы можем, мы, конечно, там прописываем. Но сейчас мы выступили с предложением, вот в прошлом году, как раз о том, чтобы уполномоченный имел больше возможностей, то есть предложение внесли в Народный хурал, то есть депутаты нам оказали поддержку, и все документы были направлены в Госдуму. Поэтому я думаю, что с этого года уполномоченный уже может более активно принимать как раз в судах. Ну и еще так нам суды тоже направляют информацию и узнают мнение наше. Мы пишем тоже заключение. То есть мы плотно сотрудничаем. Да, мы сотрудничаем. А что предпринимается институтом уполномоченных в стране и в нашей республике? Хочу сказать о четырех программах, которые реализуются у нас в стране. Они также сейчас более тщательно прорабатываются в пилотных регионах. У нас есть программы, это «Подростки России». С позапрошлого года «Подростки России» очень были поддержаны населением страны. И стало интересно для молодежи работать. У нас задействован детский общественный совет при уполномоченном. Также у нас социальные учреждения работают, образовательные учреждения. Что заключает в себе «Подростки России»? Это у нас открытие подростковых центров, дальше уличные службы и трудоустройство. По трудоустройству сейчас очень проходит много форумов. И также на съездах наши тоже уполномоченных обсуждаются эти вопросы. И, соответственно, очень много предложений поступает от регионов, от нас, уполномоченных региональных. Что нужно улучшить, что еще нужно проработать. Ну, Калмыкия, вот, например, в этой программе мы работаем пока что в уличной службе. Очень активно. Уличная служба — это проведение акций «Дарю тепло». То есть, когда ребята рассказывают, например, у нас были выходы в Цаганцар тоже, где мы рассказываем о празднике Цаганцар и сразу же рассказываем о доброте. О доброте и о семейных ценностях. Несмотря ни на погоду, Детский общественный совет при уполномоченном очень охотно выходит, потому что пообщаться, то есть выходит на площади пагоды семейные, в парках. Мы находим таких же сверстников, ребята сами. То есть, конечно, уполномоченные присутствуют, но ребята сами проговаривают и делятся информацией, вот, к чему посвящена акция. Это очень хорошо, почему? Потому что у нас были такие случаи, что шли девочки какие-то грустные такие, да, что-то там так бурно обсуждали, вот как-то была какая-то напряженность в их беседе. Но когда наши ребята подошли с разноцветными буклетами и начали рассказывать, все, у них это вот их проблема какая-то, она ушла. И настроение поменялось. И настроение поменялось. И потом они спросили, а вы вообще кто такие, что, у них завязалась беседа. Я, конечно, в стороне, там, наблюдаю за этим процессом. Но действительно нравится. То есть у нас сейчас... И ребята такие, я понимаю, инициативные. Инициативные, да. И те, которые могут, конечно, вот увлечь. Сразу для меня, как взрослого, я понимаю, что раз завязалась такая интересная беседа у них, что не хватает нашим детям не только вот в телефоны, но живой беседы. Живой беседы даже совсем с незнакомыми сверстниками. Проговорить и что-то новое узнать. То есть радует то, что у нашей молодежи есть интерес. Вот интерес к чему-то новому. Это очень хорошо. Есть также у нас программа «Дети в семье». Это вот как раз сейчас институт уполномоченных работает над тем, чтобы как можно больше семей у нас, если ребенок временно в трудной жизненной ситуации попал в учреждение, то, конечно, все должны работать на то, чтобы семья воссоединилась. Даже вот вы сейчас видите у нас уполномоченный при президенте, Мария Алексеевна Львова-Белова, она сейчас вот дети возвращаются на Украину. Это мы вот говорим уже как бы международное, да, такого. А есть у нас еще большая работа в самой республике. То есть когда учреждения постоянно на связи с родителями и стараются помочь. Третья программа, которая у нас работает, это сопровождение через всю жизнь. Здесь эта программа как раз для людей с ограниченными возможностями, с инвалидностью, когда создаются центры вот как раз развития и помощи. Она включает в себя такие проекты, как ментальное здоровье, потом протокол сообщения диагноза и центры дневного пребывания и сопровождаемое проживание. У нас в Калмыкии сейчас с прошлого года работает протокол сообщения диагноза. Все остальное, конечно, есть у нас реабилитационный центр, где детки у нас проходят вот как раз курс реабилитации. Но хотелось бы вот при моих мониторингах, выходах в учреждения, конечно, мы пишем предложение, мы пишем заключение о том, что необходимо оснастить. И у нас всегда подсказывают, предлагают нам сами родители деток. То есть они даже, вот уполномоченные я все записываю, даже какие приборы не хватают. Потому что лучше, чем родители болеть и, можно сказать, иногда даже бороться за своих детей, это могут только родители. Родители, побывав в других центрах в других регионах, они видят, как оснащены эти центры у них. И, конечно, когда приезжают к нам, они пишут обращения, письма о том, что необходимо закупить такое-то оборудование для того, чтобы наш реабилитационный центр стал тоже таким современным, мощным учреждением. Уполномоченный очень этого тоже хочет и ждет. Ну и четвертая программа – это «Страна для детей». То есть мы должны создавать инфраструктуру для детей. И у нас тоже есть проекты такие. Вот «Страна для детей» у нас работает в Калмыкии, в регионе. Это Детский общественный совет. Он был создан в 2018 году. И вот сейчас два года мы вообще активно очень работаем и выходим, и участвуем. И провели вот в прошлом году мы первый региональный слет «Рос под Рос» в Калмыкии, где дети обсуждали, тема у нас была также «Травля», где проигрывали на себе все эти роли. Центр психолого-педагогической помощи участвовал активно. Он нам помогал провести этот слет вот именно по травле. Детям очень понравилось. Участники были с республики, то есть даже районные приехали, и город Элиста. Ну и я думаю, что такая традиция у нас будет теперь ежегодно проводить. И, конечно, еще очень много-много детей у нас проводят совещания. То есть они у нас учатся, задумываются, узнают что-то новое. И приходят, всегда просят совещания. Наталья Баденовна, давайте проведем те совещания. Давайте кого-нибудь позовем. Вот даже мы приглашали у нас союз женщин, наш Калмыцкий региональный союз женщин России и матери погибших защитников Отечества. И мы проводили совместное такое мероприятие, где дети рассказывали, даже стихи. Это у нас было в День матери. Активно предлагают. В начале этого года Детский совет как раз пошел на встречу с Артемом Васильевичем Михайловым. Но вышли, конечно, оттуда они восхищались Артемом Васильевичем. Ну, конечно, Артем Васильевич, прежде всего он отец. Он педагог, понимаете. И дети, пообщавшись с ним, просто без никакого формализма, да, там не было. Они вышли очень воодушевленные и настроены на эту работу, на то, чтобы не быть равнодушными в нашем обществе, чтобы уметь подмечать и предлагать. Вот такие возможности этой программы «Страна для детей» должны быть. Должны быть. И мы стараемся вот как раз помочь нашим детям реализовываться. Также это включает у нас еще безопасность детства. По безопасности детства уже давно Республика Калмыкия работает. МЧС у нас, МВД, все-все-все. То есть два раза в год у нас бывает в зимний период и в летний период. Точно так же уполномоченный, совместно со своим детским общественным советом, мы проходим просто по улицам. Это каждый день. Если кто-то идет, увидел открытый люк, он сообщает обязательно. Сообщает мне, и мы пишем обращение. Любой житель нашей Республики может всегда позвонить и сказать, что вот у нас кабель порвался, у нас стоп. И бывает, что в непогоду уполномоченные в режиме телефонной связи, да. Мы работаем и отрабатываем все происшествия. Спасибо большое за встречу, что нашли время.